Вся мое детство это был ад. Я из-за этого дрался, из-за этого у меня сложно было, естественно, отношение с ребятами. Потому что когда ты заикаешь, тебя, естественно, дразнят с заикой, да? И ты должен, как бы, я же не маленький какой, ты должен отстаивать себя там. В общем, это не просто было, а заикание было сильное, мне на уроках было тяжело отвечать иногда. Иногда хорошо, иногда тяжело. И она, меня приписали, значит, в психоневрологический диспансер, я должен был там, логопедическая группа. Я помню, я к ней прихожу, а там все пришли с тетрадочками, мы там пишем, как нам дышать, как язык лопаточкой там, знаешь, ну ты просто не знаешь, что это такое, это твоя жизнь, это постоянный контроль, потому что ты же комплексуешься, стесняешься. В какой-то момент все так рассосались, она очень жестко вела эти семинары там, я остался один, я пришел, она говорит, а ты чего приперся? Говорит, а я с трусами не разговариваю, я трус, какой я трус, я там дрался, понимаешь, я не трус, ты трус. Говорит, запомни, из миллиона только людей, там какая-то очень большая цифра, заикание бывает физиологическим, ну там гортань неправильно как-то организована, еще чего-то, травма тяжелая, на самом деле мозговая, да, удар. Остальное психологически, ты просто боишься смотреть людям в глаза, ты сам себя боишься, поэтому ты заикаешься. Что? Сказал я и перестал мгновенно заикаться, это было как чудо. Это было правда, это было чудо. Я вышел, я понял, что моя жизнь изменилась, я сходил к метро на какой-то рубль, кто меня купил там, я помню, розу, вернулся и сказал, можно я вам просто подарю этот цветок? Корректор А.Егорова Продолжение следует...